Сколько будет 30 разделить на 6? Да, Белова? Блин! Правильно, блин! Традиционная акция «Блинчик за пятерку» в сети Теремок. С 1 сентября до первой пятерки. Всем привет, ребята! Я Алиса, со мной, конечно же, милеша, радостная пельмеша. И сегодня мы отправляемся на шоппинг в Магнит. Да! Да-да-да! Отправляемся на шоппинг в Магнит, и скорее всего не только в Магнит, потому что у нас не обычная закупка продуктов, а мега закупка, потому что завтра у Милеши бабушки, да, день рождения, и мы будем закупать, короче, много всего, сами все увидите. И оцените образ Милеши от 1 до 10 в комментариях. Я не обижусь. Как вам футболка? Многие думают, что она большая, да? Но это такой, это такой оверсайз на 9-12 месяцев. Футболочка идет. Ну, вы понимаете, да? Милеши сегодня в ударе. Ребят, и пожалуйста, давно вас не просила, поддержите, пожалуйста, мой канал лайком. Не хотите мне ставить лайк? Поставьте Милеши. Ба-ба, да-да-да. Не хотите мне ставить лайк? Поставьте Милеши, потому что ваши лайки продвигают наши ролики. Ого! Милеш, ты Редбулл выпила, что ли, вместо молока? И напишите любой комментарий, потому что ваши лайки, комменты очень нам помогут. Да, Милеш? И очень помогут Милеши успокоиться. Ну все, мы сейчас Милеши оденем носочки. Я соберу все вещи и встретимся с вами уже в магазине. А вы поставили лайк? Или Милень придет за вами и покусает двумя зубами? Есть уже у нас два зуба. И, кстати, у нас перестановочка в комнате Милеши теперь спит с нами. Да-да, давай вставай. Покажи, как ты стоишь. Да, скажи, точно лайк поставят. Иди к маме. Так, все, короче, встретимся в магазине. Это опасно, она еще не знает высоты. О, все. Ставим мой, Милень хочет. Ой, собираемся и выходим. Ну что, мы уже приехали в магазин. И посмотрите, это супер лайфхак. Я не знаю, почему я не додумалась до этого раньше. Я вижу, что все так детей катают, да, как бы. И шоппинг становится в радость. А мы с этой коляской таскались и постоянно были проблемы. Сразу пришли в детский отдел, потому что он находится при входе. И хочу выбрать повседневную, так сказать, еду Милеши. А еще мне кто-то в комментариях написал, типа, что ты за мать, не смотришь сроки годности. Хоть бы одним глазком посмотрела. Ребят, ну, вы серьезно? Конечно, я смотрю сроки годности. Но если я буду каждую упаковочку по три часа проверять, я думаю, все будут перематывать. И никому такой шоппинг будет неинтересен. Так, вот Милеше зашла молочно-гречневая кашка. Давайте парочку возьмем. Я стараюсь много не набирать. И еще вот какая-то хайнц. Одна стоит молочная с бананом. Давайте ее тоже попробуем. Молочная с бананом. А, овсянка тоже. Берем, да, Миленькашку? Можно прям все с полочи брать и кушать. Что еще мы берем, Мель? Скоро будет... Смотрите. Оп, нет, 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 нет. Так, Мель, это нам нельзя. Что мы еще? Тут скидочки на яблоко, банан, печенье. Тоже наша любимая вкусняшка. Вот этот вкус Милеши самый любимый. Так, еще что берем, Мель? И давай мясо брать. Мясо! Вот говядина с овощами. Тоже Милеша распробовала и съедает на обед по одной баночке. Здесь у нас говядина-овощи и говядина-гречка. Берем говядину. Да! Да! Еще такие... А, такие прикольные фрикадельки. Кстати, мы покупали другую фирму. О, Мель! Вот это опасно! У меня чуть сердце не остановилось. Так, Мель. Нет, нет, нет. Давай лучше вот с пюрешками стою в отделе. Главное так с каким-то алкоголем не стоять. Да, с телегой или еще что-то. Это жесть. Пока я выбираю. Ты такое хочешь, Мель? Ты же такое не кушаешь. Или возьмем одну? Ну, держи, давай возьмем одну, купим. Мель, так, соску. О, она специально, когда видит что-то интересное, бросает соску. Мель, держи, вот. Я пока посмотрю пюре. Супики есть здесь, пюре. Говядина с печенью. Нет, такое Мелень у нас не ест. Цыпленок. А, цыпленок с кабачком, морковью и рисом. Тоже хочу вот такое попробовать. Мелеша любит все, где есть кабачок. Мель, что ты тут уже побег решила устроить? Все, бери свою пюрешку. Давай мы одну возьмем. Так, не наводи, тут беспорядок. И давайте дальше. Вроде все. Памперсов здесь нету, которые мы покупаем. Кашки, смеси. И хотела еще печенье построить, но Мелеша любит сушки. Поэтому вместо печенья мы их выбираем. Здесь у нас детский отдел. Присыпки всякие. Но это у нас есть. Я помню для всяких роликов, что на шоппингах накупила на год вперед. На Озоне еще, на Вайлдберрис. Так, ой, памперсоны нам не нужны, поэтому давайте уже пойдем на отдел с едой. Собственно, ради него мы сюда и приехали. Пюрешки всякие можно и возле дома купить. Пришла еще выбрать себе маску для волос. Мелеш, тебе маска пока не нужна. Посмотрите, какие у нее волосики уже. Милень, сейчас купим маску маме и будем уже еду смотреть. Вот эту я обычно покупаю. Здесь на нее скидос. Кстати, рекомендую. Хорошая. Это восстанавливающая, сияние и оживляющая. Какая мне нужна? Давайте восстанавливающая. Это, наверное, питание для окрашенных волос. Вот такую я беру. Шампунь мне не нужен, но меня заинтересовал вот этот, кстати, шампунь. Если вы пользовались, напишите в комментариях. И вообще, девочки, посоветуйте какой-нибудь шампунь, потому что в последнее время я все хочу сменить и не знаю, какой выбрать. Все мне не очень нравятся. Так, ну все, да, Милень, уходим. Так, пришли на отдел с сырами. Короче, я люблю сыр с плесенью. Не многие его любят. Если вы тоже такие, напишите. Здесь еще вот какие-то акции. Если честно, давно не покупала. Вот какая-то хорошая цена сыр с голубой плесенью. Давайте возьмем поменьше кусочек. Сколько? А, 146 рублей всего. О, и есть побольше. Давайте, наверное, вот этот возьмем за 195. И есть еще сыр бри, да, это у нас, да, сыр бри идет. Тоже неплохая цена. 255. Или можно взять в упаковке. Не знаю даже. Ну, давайте возьмем два таких. Милень, ты любишь такой сырок? О, смотри. Нет, она сейчас застроит скандал. Лучше так не баловаться. Раньше можно было шутить, сейчас нет. Так, все, два сыра мы взяли. И, возможно, еще какие-то в нарезки будут. Отдел остров здоровья. Как я могла пройти такой отдел? Ну, ладно, ну, на самом деле мы сегодня больше для дня рождения будем покупать. И явно не остров здоровья. Ну, я бы хотела посмотреть для своего питания, что тут есть интересного. Смотрите, протеиновые панкейки. А вот это, кстати, прикольная штука. Но она стоит 750 рублей. Стоит ее покупать или нет? Нет, я видела в Инсте, как делают панкейки вот из таких смесей. И витамины, которые я пью, кстати, здесь есть. Льняная каша. Нет, ну, я не настолько здоровый человек. Льняная каша здесь, смотрите. Завтраки амарантовые. А это что такое? Ладно. О, пустырник. Спонсор, спонсор пустырника Милена. Я закинулась пустырником перед этим шоппингом, да, Милен? Вот, на, купи маме пустырник. С тобой он нужен однозначно. Давай возьмем его. Пустырник мы берем, да? И здесь еще, смотрите, что есть интересное. Кофе натуральный, молотый, жареный. Вот, кстати, я такого в упаковках, как смесь Милеши. Я думала, что это реально какая-то смесь. Тоже новинки для себя открыла. Ну, не знаю, не хочется покупать то, чего не знаешь. Протеиновый шейк еще есть. О, слушайте, это коктейли, прикольно. 61, но он протеиновый. Арахисовая паста. А вот арахисовая паста, она же суперкалорийная, по-моему. Кушай с блинами, нет, нет, нет. Ладно, пойдемте на какую-нибудь другую еду. О, Милень, пустырник не роняем, а берем. Да? Идем дальше выбирать еду. Здоровое питание нам сегодня не нужно. Так, может лаваш взять? Так, забыла, мы же будем жарить мясо на гриле, поэтому лаваши нам нужны. Они тут так удобно упакованы. Вот это супер. А то берешь, знаете, целый, он потом рвется. И это-то тут удобно. Да, Милень? Лаваш. Пирожные. Мне это так нравится, я каждый раз говорю, что я не люблю сладкое. И кайфую это дело с тортиками. Милень, я тебя закрываю, да? Вы, наверное, вообще смотрите из-за Милени, а я тут ее еще закрыла. Признайтесь честно, вот. Вы смотрите из-за Милены, напишите в комментариях, я вас лайкну, не обижусь. А пока переходим к тортикам просто. Посмотрите, какие... Ой, здесь такие красивые тортики. Мне нравится шоколадный, тирамису. Пирамису. Прага ужасный? Артем сказал, что Прага ужасный. Соня же доносила. А, так это же не тот, это другая фирма, может, от фирмы зависит. И пончики, давайте еще пончики. Или заварнушечки. Господи, почему я пришла сюда голодной? Или это не такие? Заварные, Флоренция. Сколько? Так, 30-го, 0-8-го? Нет, мне кажется, это не те заварнушечки. Сейчас покажу эксперту. Эксперту по заварнушечкам. Это такие? Нет, тебе. Можно брать? Ладно, не будем, да, рисковать. А что взять вкусненького такого? Может, пахлаву взять? Нет, вот эти вот. Вот эти? А, ну вот, эксперт сказал, что такие нужны. А, это профитроли, 30-го, 0-8-го. А я бы взяла вот такую пахлаву. Смотрите, она классная. Ну, это свежая. Да, если свежая. А она у нас, ну, получается, 30-го, 15 суток, можно сказать, свежая. Или посмотреть вот здесь. А, там тоже такая. Все, все 30-го изготовлены. А это что? Творожный десерт. Может, такой возьмем? Это творожный? А, это кекс ягодный. Творожный десерт. Это, наверное, вот. А, нет, ромовую бабу берем. Нет. Почему? Ну, ладно, хорошо. Возвращаемся к Миленю. Милень, куда мы пойдем дальше? Тортики взяли. Вот еще пончики такие прикольные. Давайте посмотрим, раз уж приехали. Милеше еще нужно сушки выбрать, кстати. Только не знаю, где их купить. А вот это вот мой отдел. Всякие улитки, косички. Какое оно все классное. Ой, там муха. И пончики. Смотрите, какие классные. Помню, я снимала челленджи с едой и брала эти пончики. Они, конечно, обычные по вкусу, но они такие красивые. Прям слюнки потекли. Хоть честное, сладкое, не очень. Прохожу мимо колбасного отдела. И вот так вот стоят эти нарезанные колбаски. Я подумала, что это просто показывает, какая она внутри, в нарезке, так сказать. Но ее можно купить. Прикиньте, вот я обожаю просто вот, когда все так красиво нарезано. Поэтому я заберу обе. Я даже, знаете, сначала прошла мимо, думаю, да нет, оно так не продается. А потом решила посмотреть, а там цена, вот это везение. Не знаю, такие почему-то колбасы меня не привлекают. А вот в нарезке, когда все так разложено, это просто топ. Пришли с этим маленьким рыбаком в рыбный отдел. Хочу посмотреть стейк с семги или лосося, но они какие-то очень маленькие. Нам нужны покрупнее, мы будем жарить их на гриле. Есть еще вот такие упакованные, но это максимально крупные, которые я нашла. Все равно как-то маловато, поэтому не знаю, если не найдем здесь, то посмотрим на рынке или в каком-то вот магазине, где мясо, рыба. Милень, а Милень у нас хочет покинуть, да? Рыбак, рыбак заскучал. Держи, 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 держи. Опа! Мель. Рыбак вылазит! Рыбак вылазит, поэтому его надо поносить на ручках. Короче, этот доширак меня просто манит. С чем он? Я его сто лет не ела. Курица. Вот давайте возьмем с курицей два дожка. Все, Милень. А это где смотреть? Говядина, да? Все, и один с говядиной, или два с говядиной, все. Не могу удержаться, их еще так красиво разложили. Пришла в отдел с красной рыбой. Типа нет, рыбу не беру, возьму дошик. Нет, ну они правда маленькие. Мы за рыбой, собственно, и приехали. Поэтому ладно, потом Артем выберет. Не я же буду жарить. Так, а вот это мой любимый отдел. Мой любимый отдел. Корюшка. Я хочу вот эту рыбу. Давайте возьмем корюшку. Какая она классная. Ну сейчас не до корюшки, да, Милень? Я бы еще хотела корюшку с икрой. Вот как они выбирают, чтобы вся была с икрой? Так, Милеша еще пришла купить вот такие биотворожочки. Она любит с бананчиком. Так, а здесь нет цельной упаковки? Чего они все по одной? Неудобно с Милешей на руках. Давайте возьмем... У них срок небольшой, поэтому я по одной возьму. Яблоко-морковка давайте попробуем. До 12.09. Как-то странно. А может... Милеш, не кушай. Это мы дома будем кушать. Так, давайте вот эти. О, вот, обычные возьмем до 20.09 сроки. Да, Милеш? И одну возьмем с этим бананчиком. Я бы вот хотела удобно сразу взять много, да, а потом, чтобы было на месяц. Ну, у них маленькое хранение. Что у нас здесь еще есть? Всякие завтраки. Хлопушки нам не нужны? Хлопушки не нужны. Вроде нам здесь тоже. А где? Молочко нам нужно только. Молочко сейчас. Милеш, петличку не снимай. Милеша! Смотри! А ну, снимай, петли. Короче, молоко я уже показывала. Такое покупаю для капучино, для латы, короче, для нашей кофемашины. Возьму, наверное, два. А давайте даже три возьмем, потому что оно только в ленте. Продается и в магните я видела. Если вы видели еще где-то его, напишите в комментариях. Хотя магнит нас тоже устраивает. Он недалеко от дома. Всякие чудо здесь еще есть. Вроде все. Еще нам нужно посмотреть. Смотри. Вкучно, да? Уже начинает баловство. Так, Милеша, смотри. Ой, когда мама рукожоп. Давай, Милеш, ножки же туда. Поехали! Поехали! На, а что тебе дать в ручке? На тебе дошик. Вот. Милена с дошираком. Мать года просто, да? Потом я. Мель. Но она не ест доширак. То я знаю. Соусы, короче, хочу посмотреть. Пришла взять чесночный соус. И, наверное, возьму сырный. И нужен еще кетчуп или какой-то классный соус для шашлыка остренький. Так, Милень. А Милень своим дошираком доширачится. Забыла моцареллу посмотреть для этого капрезы. Так, какая тут дата? Нормально до 19-го. И это до 19-го. Кстати, вообще цена супер. Еще я покупаю такую вот брынзу. Мне она больше всего нравится для греческого салата. Так, дата хорошая. И в ручке все. О, и вот такой легкий сыр тоже на завтраке. Мы его покупаем. Но много брать не буду, а то Гленте когда-то набрала. Не знала, куда деть эти сыры. Если их пооткрывали. Кстати, офигеть. В этом, в светофоре, вот этот сыр стоил, по-моему, 250, да? А тут 550. Короче, он дорогой оказывается. И еще здесь есть тоже сыры с плесенью, да? Плесень голубая мы взяли. И бри я бы хотела в упаковке. Вот, смотрите, бри. Здесь идет 199 за 110 даже. Давайте такой возьмем. А нет, это какой-то Кубань-плезир. Вот это я, конечно, здесь целый отдел бри. Но не знаю, мы взяли весовой. Здесь еще есть такой 125 грамм. Такой прикольной упаковки. Давайте возьмем его попробовать. И еще, смотрите, какой-то отечественный сыр. Сделано на Кубани с белой плетенью. Аналог, наверное, бри. Какая у него дата? Я его тоже возьму. Все, один такой, один такой. Ну, не могу я пройти мимо отдела солью. Вот мои любимые копченые кальмары. Они всегда здесь лежат. И я так поглядываю, подглядываю. Потом под конец шоппинга покупаю. Называется кальмар горячего копчения. Любителям соленого советую. Еще нам нужны соки, лимонады какие-нибудь, напитки. И для меня энергоз. Мне нужна бодрость. То пустырник пью, потом взбодриться надо. Что я за человек. Если вы заметили, что Милеши нет, не переживайте. Она с бабушкой. Просто она стала капризничать, она ее унесла. А мы пока продолжим шоппинг и уже пойдем на кассу. Из напитков что? Ой, смотрите, что это за новые напитки. Кто пробовал, напишите. Я же обожаю такую водичку. Только с лимоном пила. Лимон гуава или как-то так называлось. Энергозы. Пепси нам нужно. Так, возьмем две пепсину. Это на праздник. А что сейчас попить? Хочется прям такое вкусное в машине попить по пути. Потому что нам еще на рынок, за икрой, за рыбой. Энергетик, наверное, возьму. Так, а я хочу, пожалуй, энергосик. Редбула без сахара нет, поэтому берем адреналин. Но это чисто вот в машине попить беру. Так. И пепси. Также нам нужен... О, боже, я уже свой рюкзак весь затолкала. И еще нам нужен сок томатный еще какой-то. Так, ребят, посмотрите. Вот так выглядит наша тележка. На самом деле мы не купили мясо, не купили рыбу, не купили икру. Все самое основное. Поэтому мы сейчас поедем в магазин еще. Но у меня садится петлиха, поэтому я буду держать вас в курсе событий. Покажу и чек, конечно. И что мы купили. Но хочу сейчас в магазине доснять, потому что вот звук уже, знаете, если сядет, то уже будет плохо слышно. Зря я пришла в этот отдел. Короче, пройду по второму кругу здесь. По мелочи докуплю соус и хлеб такое. И уже, наверное, встретимся с вами на улице. Так, мы оплатили наши покупки. Получилось два таких пакета. И сумму чека я сейчас вам покажу. 5500, короче. Но это еще не все самое основное. Мы еще в океан едем. Прикол в том, что мы еще не купили ничего основного. И вышло 5500. Поэтому нам еще нужно купить икру, мясо, рыбу, овощи. Очень много всего. Постараюсь еще там поснимать. Потому что у меня сегодня прям масштабный шопинг. И покажу вам, что мы купим в океане. Наконец-то мы дома, ребята. Наш утомительный шоппинг подошел к концу. Два пакета из магнита вы видели. Но мы там особо ничего такого не купили, зачем ехали. Поэтому пришлось еще заехать в океан за икрой. Купили одну домой, одну на ДР. Вот такую. Вот в таких магазинах самая настоящая икра. Они в этих металлических банках. Короче, 1200-1650. Потом мы заехали за овощами. Там всякие перчики, грибочки для гриля, баклажанчики. Что еще? Мясо вот мы купили. Мясо. Короче, в мясном и в рыбном магазине мы потратили на икру и мясо 5000. В магните 5500. Это уже 10500. Потом заехали в перекресток. Стейков там не было. И мы купили такую целую рыбу за 2000. Короче, сделаем еще потом из нее уху и стейки. И в перекрестке мы лимонадики купили. Тортик. Ой, а где торт? А, здесь еще Наполеон я вам не показала. И в перекрестке мы отдали 3000. Это уже 13500. Плюс на овощи там 500 где-то или 1000. Ну, 15000 шоппинг нам обошелся. И то я мелочи всякие не считала. Короче, продукты нынче дорогие. И мы еще фрукты не купили. Завтра утром за ними поедем. И не купили всякие там вот майонезики. Такое. Ну, это мы в пятерочке у дома купим. Ребят, поставьте лайк этому видео, если еще не поставили. Напишите в комментариях продолжать мне рубрику шоппингов или нет. Я, в принципе, могу покупать, ну, показывать, как покупаю одежду. Может быть, как мы готовимся к зиме с милешей. Как мы закупаемся одеждой, обувью и всем таким. Может, еда. Может, фиксы. Поэтому пишите в комментариях. Я всегда читаю, лайкаю. И спасибо огромное за лайк. Вы помогаете продвигать этот ролик. Всем спасибо за просмотр. У меня сейчас еще это все предстоит раз разложить в холодильник. Поэтому дел хватает. Спасибо, что были со мной, посмотрели это видео. И пока-пока.